В Улан-Удэ вновь пройдет фестиваль дворовых игр. Соревнования по скиппингу, кольцебросу, платкоболу и многое-многое другое. Телекомпания «Аригус» подготовила увлекательную программу. Что такое дворовые игры для юных спортсменов, они рассказали нашей съемочной группе. Ну чё, мне просто так говорить или чё? Ну может подросток, если он профессионал или там раньше работал. Который учит всех кататься на самокате на звукоролом по ревере. Я думаю нет. Потому что самокат не такой быстрый, как звук. Звук может в одну секунду 200 метров сделать. Ура! В том, что мировой, там надо играть, какую-нибудь футболку одевать, а в дворовом не надо. У нас нету лотаря, мы же двое на двое играем. Лотарь нам особо не нужен. Особенно не нужен. Ну потому что мы и так хорошо пинаем. Если так, то я вас не понял. И очень разбираюсь в кольцобросе. Ну могу, типа, кинуть кольцо, но я вас не понял почему-то. Ну на меня влияет плохо. Потому что я только один раз в жизни это делал. Маленький ребенок в это может поиграть. Будет весело и разомнёт свое тело. Это типа одна команда, а она чемпион. А Германс один человек. Один человек. Он так себя называл. Его имя английское и его называли Тигр. Потому что его фамилия и имя другие. Ростом. Он повыше, понише будет, как считается. Да, он чуть-чуть повыше. Чуть-чуть на сколько? Где-то, ну вот так. Грамм. О, знаете.